Только то, что в Закавказье Эрдоган начал играть свою партию большой кровью всем отольется, и далеко не только армянам, а азербайджановцам тоже, говорил уже, он будет биться за интересы Азербайджана до последнего азербайджанца. Это Эрдоган, тут понимать надо. Крым же Эрдоган демонстративно не признал российским. Мы с ним еще много чего дискутировать будем. Совсем повторяю уважением к туркам, к Турции, к их цивилизационным достижениям. Но и со всей памяти о многократных геноцидах, которые турки любили устраивать всем, кому угодно. Слово такое, башибузук, головорец, это про них. Любили турки порезать и еретиков-азербайджанцев, и еретиков-оловитов. Ой, как любили. И армян с причерноморскими греками, кого только турки за свою историю не причморили. Причем обычно они люди системные, имперские. Там, если они этим занимались, никого не оставалось. Геноцид армян, которым уж сто лет с копейками, так лег-таки в основу Холокоста, как теоретическое обоснование для Гитлера того, что никто ничего делать не будет. И многие страны до сих пор его не признали. Ну, подлость вещь вообще вечная. Ну, вот теперь к истории. Итак, мы воевали с Турцией 351 год чистого времени. С 1568 по 1918. Чисто военных действий было 69 лет. И начали, ну, почти за 100 лет до того. Вот как генуэзскую кафу в Крыму турки заняли, так в Кафе и Азове купцов русских и начали прищучивать. Ну, потом были конфликты донских казаков, которые периодически наезжали на Нагайцев, на турецкий гарнизон в Азове. Азов они вообще с 1637 по 43 удерживали. Но первое прямое столкновение русских с турками – это 1541 год. В походе крымского хана сахиба первого гирея на Москву турки участвовали. Тема Крыма. Вечная тема Крыма. И не случайно в табличках, в учебниках школьных, которые Эрдоган с девятого класса детишек учит, кроме, конечно, хамского обращения, что тут живут московские геуры. Не комплиментарно. Ну, туристов они наших, мягко говоря, любят. И деньги этих туристов любят. Да-да, вот она, карта тюркского мира по Эрдогану. Его сферы влияния, как он их видит. И заметьте, Россия до Обской губы. А дальше там, Сибирь. Это не Россия. И Якутия не Россия. Ага. И много чего не Россия. Так вот, на самом деле, в этом тюркском мире были те города, которые действительно были союзниками Турции. И мы их действительно в рамках развития нашей страны завоевали. Чтобы они нас завоевывать перестали. Дань брать. Пошлины безумные из купцов трясти. И Астрахань, это же ворота на Каспий, к Ирану. И как вы торговлю через них проведете, если они вам эти ворота запрыт? А? А Казань? Ну, говоря попросту, в 1556 году взяла, завоевала Москва Астрахань. До сих пор Астрахань, это Россия. А дальше была гражданская война. Закавказский комиссариат фронт не удержал. Турецкие и немецкие войска, союзные Турции, занимают честь Закавказья. Турция заключает мирный договор с Арменией. Потом Закавказья оккупировала Антанта. Большевики денонсировали Брестский договор с Германией. Интервенция в 1921 году турецкая дорого обошлась в Закавказье. Но и Турция много свое получила, когда Антанта по ней врезала. Россия в результате РСФСР и Турция заключили Карский договор. В итоге большая часть земель, завоеванных в 1878 году, была прогажена, возвращена туркам. Турцы отошли Карсер, Даган, область Сурмалуз, горы Арарат. В Армении едешь к Карабаху из аэропорта Звартноц, и он у тебя перед носом, Арарат, близок локоть, да не укусишь. Ну, армян к тому времени вырезали. Геноцид армян – вещь такая интересная, столет как раз был. Кстати, Баку на какой-то период тогда турки с англичанами подзоняли, тоже почистили сильно. А потом все это обратно отшибли. И, кстати говоря, Батум вернулся сначала в Грузинскую республику, а потом и в Советский Союз. Но на сегодня Аджария де-факто с экономической точки зрения прибрана Турции к рукам. А теперь Турция рвется в бывшее наше Закавказье. Спасибо Беловежским соглашениям. Спасибо велотекущему геморрою на тему того, как у нас наши интеграционные процессы проходят. Хоть в Евразес, хоть не в Евразес. Евразес Хиллари Клинтон обещала грохнуть. Они этим занимаются, очень последовательно. Молодцы. А потом было до нынешнего Карабахцевого конфликта. Арабская весна, и турки уже нацелились вместе с Катаром и Саудовцами додавить Сирию. У них с нами хорошее отношение. У Асада тоже с ними были прекрасные отношения. Даже личная дружба с Эрдоганом потеснее, чем у Владимира Владимировича с Реджеп Таипичем. У Каддафи были хорошие отношения с Эрдоганом. У Эрдогана со всеми хорошие отношения, пока ножиком по горлу сзади не чиркнет. Чем сейчас Панамы начал заниматься? Видно. По Идлеву. В 15-м году было видно по сбитому самолету. Но он убедился, что мы окончательные. Как бы сказать вежливо. На Идыш это называется Ашлы Мазл. А деганцы-поц это называется. Желающие могут перевести. На русском говорить не буду. Вдруг нас дамы слушают. Но мы играем именно эту роль. В глазах Эрдогана. Угу. Ну, когда-нибудь, может, перестанем. А может и нет. Но, кстати, он нам демонстрирует же это не только в Сирии, не только в Закавказье. Не только с претензиями на Центральную Азию и по Волжи, и вообще все вплоть до Якутии. Вон там этот самый знаменитый Тюркский Союз, куда входит все на свете. Чего он только туда может запихать. Нет, что вы. Кстати, если сейчас, еще раз говорю, с Азербайджаном ему удастся все, что он хочет, мы еще увидим базу НАТО на берегу Каспийского моря. Это будет турецкая база. Ага. Но это будет база НАТО. Интересно будет. Но и до этого он нам много чего демонстрировал. Мы это не поняли. Или пропустили мимо ушей, сделав вид, что не понимаем, к чему идет. В 2017 году, это так, символически, палестинский раис Махмуд Аббас распорядился, передает русской православной церкви земли в Хевроне, где находилась Мускубия. Там растет знаменитый мамврийский дуб, под которым Аврааму Господь впервые явился, по легенде. И передано было русской духовной миссии в Иерусалиме. Вообще-то, русская православная церковь купила этот участок еще в XIX веке. Но в нынешнем году так получилось, коронавирус туда-сюда, палестинский Верховный суд, на который сегодня колоссальное влияние, как и на Хамас, как и на Вакуф, в мечети Алекса оказывает, вы не поверьте, Реджептай Портаген, который вот в каждую щель в Палестине уже влез. И вроде влезал против израильтян, но Высший суд справедливости Палестины постановил отменить решение Раиса Аббаса о передаче земель Мускубию в Хевроне, миссия РПЦ в Иерусалиме. И говорит, а там пророк Мухаммед отдал это хумули Тамими, семье, значит, клану Тамими, которые когда-то были сподвижниками пророка. Какие русские? При атаманской порте продали царю? Ну, где атаманские власти? Реджептай Портаген – это не султан, у него свой интерес. И подворье РПЦ в честь святых правотцев, оно так называется, строениями, древним дубом, как бы не совсем российское такое. А? А скажите-ка, Константинопольский патриархат, который сейчас сыграл ключевую роль в расколе Украинской Православной Церкви, Он чей? Он под кем? Не под Эрдоганом ли? А? Да он дыхнуть боится без распоряжения нового султана. Так что удар по России наносится стратегически и со всех сторон. И символически превращение Святой Софии в мечеть, демонстративное, 85 лет музеем простояло. И что такое? Газопровод достроили? Достроили. За свои деньги? За свои. Газовые экспорты резко снижены. Азербайджан больше сейчас поставляет. Все. Ну, Турса разве виновата? Кризис. АЭС строят? Строят. За свои? За свои. С-400 продали? Продали. Туристы ездят? Ездят. Торговля мало-мало идет. А что московским Георгам ноги не оттоптать? Как благодарить будем? Никак? Никак. Ну, тоже понятно. Это так, ребятки, к вопросу о том, как мир устроен. И к вопросу о наших войнах с Турцией, о наших отношениях с Турцией. Об отношениях нашего начальства, своим отношениям с Турцией. Ужасно интересная тема. Об отношениях. Об отношения. Ужасно.